Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. О чем мы поговорим? Наша сейчас весна, на улице май месяц. Погода, как бы не балует в этом году нас, белорусов. Холодные дни сменяются прохладными солнечными днями. Тепла, как бы как такового нету, температура ниже климатической нормы. Поэтому болезни и вредители, которые обычно в эту пору досаждали нам, в этом году как бы уже запаздывают. Запаздывают, но это не говорит о том, что они и будут повреждать наши культуры. Что необходимо обратить внимание? Если вы смотрели внимательно наши предыдущие выпуски, мы объясняли, что когда тетет вишня, начинается лед, капустный, луковый и морковный мух. Эти мухи начинают вылетать и повреждают наши посадки. Значит, мы вам говорили о профилактических мерах. Мы шучу повторюсь еще раз. И мы вам показывали способы, которые помогают вам уберечь посадки от этих вредителей. Сразу ждем с вредителей, потом будем говорить про болезни. Так вот, не надо думать, что хвататься скорее за химию и стремиться истребить всех вредителей. Во-первых, вы можете истребить вредителей на своем участке, но пройдет год, даже через месяц, они прилетят с соседних участков. Что предпринимали раньше наши предки, как они боролись с вредителями? Они их просто-напросто отпугивали со своих участков. Ну, тогда отпугивали, конечно, были меры немного другие, чем мы сейчас отпугивали. Они свои посадки посыпали нафталином. Резкий запах нафталина отпугивал насекомых от посадок. Что сейчас предпринимать? Нафталин запрещенный, но, тем не менее, есть же другие препараты, которые имеют такой же характерный резкий запах. Значит, во-первых, вредителей на участке будет меньше, если мы высадим культуры, которые будут привлекать полезных насекомых. Полезные насекомые будут уничтожать вредителей и, соответственно, защищать наши посадки. Что используем на участке для привлечения полезных насекомых? Для этого мы высеваем грычиху, высеваем тмин, высеваем кориандр. Эти три культуры наиболее сильно привлекают полезных насекомых на наш участок. И, соответственно, наш фон, наша участка будет защищен больше от вредителей. Далее, любой вредитель, сами понимаете, вредители все специализированные. Как бы не специализированных вредителей очень мало. Каждый вредитель специализируется на определенной культуре. И, соответственно, из поколения у поколения в его памяти закрепился запах этой культуры. Поэтому, если, например, повреждает капусту, он повреждает только капустные культуры. Если повреждает морковь, он повреждает только зонтичные культуры. А для того, чтобы вредителей сбить, если мы съем грычку, мы создаем сильный запах данной культуры. А вот если мы станем чередовать родочек, родочек морковки, родочек лука, родочек свеклы, мы избиваем с толку всех вредителей. Он прилетает, и вы понимаете, любой вредитель его генетически заложено, что потомство отложить, чтобы оно выросло. А откладывать яйца куда-то, где пахнет, неизвестно чем, вредитель не рискует. Хотя у него нет и мозгов, вроде бы он это самое, ну, как у нас, не может размышлять. Ну, он понимает, инстинкт его подсказывает, что здесь откладывать яйца нельзя. А это то, что нам надо. А что еще предпринять, кроме культуры, которая будет привлекать полезных насекомых, вы уже знаете. И дальше не забываем, значит, смотрите, уже по чесноку мы показывали, что если есть посадки каких-то корнеплодов, их можно прополивать 40 мл нашатырного спирта на 10 литров воды. Запах нашатыра отпугивает почву обитающих, и вредителей, и те, которые повреждают растения при земном слое. Что еще можно использовать в качестве отпугивающих средств от наших посевов и посадок? Наш ежа табазол, есть табачная пыль. В общем, препараты сделаны на основе табачной пыли с добавкой горчичного порошка, с добавкой золы. Это все подойдет для защиты наших посадок. Даже самое простое опудривание почвы вокруг наших растений древесной золой, запах этой жженой древесной золы, также отпугивает вредителей от наших растений. А раз отпугивает вредителей, значит, они не отложат яйца, значит, они не вылупятся личинки, и они не будут уничтожать наш урожай. Надеюсь, это все понятно. Ну вот по болезням, болезни бывают разные, и болезни вызываются различными причинами. Бывают вирусные, бывают грибковые болезни, бывают и бактериальные болезни, три типа болезней. Ну так вот, если там какие-то вирусные и бактериальные болезни, требуют специальных препаратов, так вот грибковые болезни, то большинство болезней, которые наибольший вред наносят в наших овощных культурах, вы можете самостоятельно также уменьшить их фон. Поверьте, что все, почти все, без исключения болезнетворные грибные болезни не переносят щелочной реакции почвенной среды. Поэтому, что делаем, это самое, культуры, которые переносят щелочную реакцию среды, значит, мы добавляем почву доломитовую муку, добавляем почву известь или мел, можем добавлять золу. Но если культура более требовательная, значит, мы просто их опыливаем золой сверху. Опыливаем золой сверху, запах золы, поверьте, также будет глубоко не проникая в почву, он будет защищать наши растения от болезней. Это особенно важно для тех растений, у которых могут быть корневые гнили. Это, в частности, тыквенные культуры, такие как агресс, такие как тыква, такие как кабачок. Просто опудривая надземную часть, мы защищаем эти растения от болезней. Ну и самое тоже, как бы, разговаривая с вами, дорогие садоводы и огородники, тоже все-таки смотрю такой нюанс, что многие из вас слабо применяют древесную золу. Где ее взять, мол, или что? Сейчас наша промышленность так хорошо работает, что древесная зола уже есть в продаже. Есть в продаже, по килограмму расфасована. Я думаю, что вам будет, по крайней мере, для опудривания оградок совершенно достаточно. Не забывайте, что, значит, древесная зола содержит фосфор, содержит калий, кальций, это самое. Поэтому даже если мы крепим растение хотя бы одним кальцием, что можно сделать с помощью доломитовой муки из лесняка или молотого мила, поверьте, что тоже эффект будет очень хороший. Поэтому большинство культур, которые, кроме, конечно, шавеля, ревеня, которые любят кислые почвы, в родочки можно добавлять известковые материалы. Добавляя известковые материалы, мы уменьшаем вредоносный фон. Уменьшаем вредоносный фон, значит, мы защищаем наш урожай. Поверьте, что это гораздо легче, чем потом начинать брать разные химикаты и бороться с болезнями и вредителями. Ну, а если у вас уже болезни и вредители начались, опять же, применяйте самые простые доступные средства. Все грибные болезни, которые остались, не переносят щелочную реакцию среды. А у нас щелочи в нашем хозяйстве достаточно. Это все мыльные растворы, это содовые растворы, это живая щелочь. Вот, сделали концентрацию там 30 грамм на 10 литров воды, пролили растения, поверьте, уже они будут защищены от болезней. Это раз. Во-вторых, все болезни, как вы понимаете, они все зимуют на земле. Они все зимуют на земле, потом они на земле созревают, вылетают споры, споры поднимаются вверх и повреждают наши растения. Будь то дерево, будь то овощное растение. Поэтому, если мы прольем землю щелочным раствором, наш вредоносный фон очень-очень сильно уменьшится. Ну и есть средства, зашитые от болезней, это самое. Ну, как бы есть патентованные, покупают народ, все. Ну, а самое простое средство, которое вам очень-очень доступно, взять столовую ложку на 10 литров воды, посолишь на масло. И вот штатно перемешать с этой водой, обрызнуть. Тонкая масляная пленочка ляжет на листья, она не принесет вреда нашим растениям. И в то же время эта пленочка зашитит уже наши растения от проникновения болезней. И эта пленочка, поверьте, что она держится очень долго, где-то полутора месяца. А листья огрубеют, огрубевшие листья не так сильно повреждаются болезнями, как молоденькие. Так что вот такие простые советы. Мы будем с нетерпением ждать новых вопросов от вас. Постараемся дать ответы и поделимся своим опытом. Удачи вам! И поменьше труда и повыше урожая на Вашных Градках. До новых встреч на нашем YouTube-канале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова